Сейчас прилетели во Владивосток буквально час назад сразу же на наш павильон посмотреть и чем отличается от других павильонов. Я горжусь нашими ребятами, которые вместе смогли справиться с этой нелегкой задачей, потому что я скажу следующее. Регионы, которые Дальнего Востока здесь представлены, там тоже трудятся сильные команды. Люди хотят показать свой регион. Мы достойно выглядим сегодня с точки зрения истории, которая показана сегодня, с точки зрения перспектив Амурской области. 6 миллионов квадратных километров. 9 субъектов Российской Федерации. Но мы хотим показать традиции, культуру каждого. Мы хотим показать, что в каждом субъекте Российской Федерации Дальнего Востока живут добрые, талантливые, трудолюбивые люди. Мы хотим показать, что мы любим Дальний Восток. С праздником всех! Первое соглашение, которое мы подписали, это касается банковского сектора. Мы подписали соглашение с Почтобанк. Часто бываем на селе, общаемся с населением и возникает вопрос о том, что Сбербанк принимает оптимизационные решения и, соответственно, уходит с села. Это неудобно нашим предпринимателям, которые привыкли уже к работе с банкирами, ну и, конечно, неудобно населению. Почтобанк – это как раз тот банк, который готов зайти на это направление и работать на селе. Мы подписали соглашение, и в этом году они уже начнут заходить в Амурскую область и открывать свои филиалы на тех местах, где раньше был Сбербанк. Также мы повстречались с ВТБ банком, подписали соглашение, поблагодарили их за те меры поддержки, которые они осуществляют в рамках нашего бизнеса. Я могу четко сказать, что такие компании, как «За Асфальт», «Амур Агроцентр» обслуживаются в ВТБ банки и, получая у них кредиты и вкладывая их в оборотные средства, строят дорогу к мосту на Китай, свой перерабатывающий завод, о котором и так много было сказано. В рамках тех задач, которые ставит президент, все это по развитию Дальнего Востока. Мы намерены активно принять участие и взаимодействовать по развитию Дальнего Восточного направления. Я думаю, что это одно из наиболее перспективных сейчас. Поэтому спасибо форуму, что у нас есть возможность такая есть встретиться, обсудить вопросы и наметить дальнейшие планы. Хорошая встреча у нас произошла с руководителем Ростелекома страны. Мы подписали соглашение о том, что в рамках данного документа Ростелеком увеличит свою инвестиционную программу на Амурскую область. Спасибо большое за поддержку и вам за внимание к нашей компании. Что касается соглашения с компанией Сибур и НепиГаз, это две компании, которые сегодня реализуют проект Газпрома по строительству крупного газоперерабатывающего завода, как сказал Алексей Борисович Миллер, второго в мире. И мы благодарны Владимиру Владимировичу, что это решение было принято строить именно в Амурской области такой завод в рамках крупной стройки села Сибири. Мы надеемся, что компания Сибур скоро времени подпишет с Газпромом соглашение о поставке газа и будет строить уже свой газохимический завод. Любой большой инвестиционный проект, он требует многоэтапной подготовки. Для нас важный промежуточный шаг – это достижение договоренностей, взаимовыгодных для Сибуры и для Газпрома по поставкам этаного сырья из газоперерабатывающего завода на газохимический комплекс. Мы давно достаточно в таких активных переговорах, как обсуждали на совещании у президента страны, которые были в Амурской области в начале августа, мы в ближайшие месяцы должны вместе с Газпромом этот процесс закончить. После этого будет понятно, есть ли у нас один из базовых кирпичиков, который откроет нам дорогу вперед. Если он есть, то момент принятия решения для нас – это середина 2018 года. И просто понимая, что нам нужно сделать этот комплекс к 2024 году, обратным счетом мы понимаем, что к середине 2018 года решение мы должны иметь. Вот примерно наш график, мы по нему активно движемся, большими достаточно группами и детальным обсуждением как со стороны Газпрома, так и со стороны Сибуры. Еще одна из компаний, которая в Сковородино будет тоже рассматривать сегодня проект – метанола. Господин Березкин, с двумя уважаемыми руководителями мы провели встречи, подписали соглашение о совместном сотрудничестве, работе. Почему? Потому что кроме самого строительства завода и новых рабочих мест, мы сразу проговорили, как будет учитываться мнение местных предпринимателей, которые бы хотели участвовать на этих стройках. Наши рабочие люди, потому что в Сковородино мы знаем, что очень сложно найти людей, как будет решаться вопрос с дорогами при строительстве, как будут недра осваиваться, то есть фирмы, которые будут строить, должны зарегистрированы быть на территории Амурской области, тем самым отдавая налоговлагаемую базу. То есть вот эти все технические вопросы были проговорены и определены в пакетное соглашение между нами и компаниями, которые будут рядиться на территории Амурской области. Сегодня в нашем меню борщ, творог и свинина с овощами. Что вы предпочитаете? Я поборчу. Борщ с мясом. Реальный вкус. Вот вы мечтали к космонавтам снашили? Слушайте, ну конечно. Мой пумбир Алексей Леонов на самом деле. Я понимал всегда, что я вряд ли буду с космонавтом, но очень нравилось. Вау, слушайте, очень круто издалека смотреть. Я что-то разобраться не могу. Куда нам лететь? Здравствуйте. Рады видеть. Здравствуйте. Разрешите. Амурская область – это житница Дальнего Востока. Более 50% плодородных земель сосредоточено на нашей территории. Мы производим 40% общероссийской зои. Я представляю маслоэфферсионный завод «Амурский». Предприятие находится на территории, приезжающей в развитие Белогорск, в городе Белогорске, Амурской области. Это первое предприятие в Российской Федерации, использующее технологию глубокой переработки соя. Предприятие пищевое и направлено на рынок Российской Федерации. Поэтому очень важно, что сырьем для нашей продукции будет являться наше экологически чистое, негенетически модифицированное соя. Самое главное для нас достижение – это наш коллектив. 420 новых рабочих мест – это наши амурчане, дальневосточники. Мы за счет собственных средств строим два дома. Это квартиры для наших молодых специалистов, которые будут жить и работать у нас на Дальнем Востоке, в Амурской области, в городе Белогорске. Продукция нужна для страны, востребована, рынок колоссальный, уверен, успех обеспечен. В каждом проекте, который бы не реализовался на территории Амурской области, мы видим везде участие президента. Нижнебурейская АГС, строительство космодрома. Да, были скандалы, но новый город Циолковский строится, и немногие могут похвалиться, что у них в регионе строится новый город на 25 тысяч человек. У нас сегодня газоперерабатывающий кластер, газохимический кластер – также решение президента. То есть мы гордимся тем, что такое внимание пристальное оказывается с его стороны в отношении нас, и мы делаем все для того, чтобы Амурская область видоизменялась. Мы формируем особые новаторские подходы к управлению Дальним Востоком. За последние четыре года принято 19 федеральных законов, которые заложили новую основу для работы по подъему региона. Намерены и дальше совершенствовать законодательную базу, развивать Дальний Восток. Рабочая группа Госсовета представила подробный, насыщенный, я бы сказал, предложение медоклад. Ряд мер, касающихся комплексного развития Дальневосточных территорий, проработала. Давайте перейдем к его обсуждению. Слово Вячеславу Ивановичу Шпорту. Пожалуйста, Вячеславович. В соответствии с вашим поручением, в апреле 2016 года правительством Российской Федерации утвержден долгосрочный план комплексного развития города Комсомольска на Амуре. Могу сказать, опыт Комсомольска на Амуре сейчас передаем городу Свободный в Амурской области. То есть процесс пошел. И в августе правительством страны комплексный план по городу Свободный уже утвержден. На пленарном заседании Владимир Владимирович Путин заострил внимание о комплексном плане развития города Свободный и Комсомольска на Амуре. В рамках этого комплексного плана мы сформировали 51 мероприятие, предполагающее за собой реконструкцию этой дом-культуры, строительство новых зданий, это школы, садики, коммуникации, дороги. Все, что так необходимо для нормальной жизнедеятельности. Конечно, важный вопрос – это система газификации Амурской области. Это дорогостоящие мероприятия, важные. И я благодарен Владимиру Владимиру Владимировичу Путину, что он 3 августа, когда совещание проходило в Амурской области, дал такое поручение Газпрома. Мы с Алексеем Борисовичем в том числе обсуждали его реализацию. Сегодня рабочая группа сформирована, которая поможет нам правильно сделать эту систему газификации, потому что, к сожалению, у нас в правительстве таких специалистов никогда не было. Объем переработки Амурского газоперерабатывающего завода составляет 42 миллиарда кубометров газа в год. Объекты такого масштаба Россия не строила уже в течение последних 40 лет. У нас очень четкое понимание того, где и как мы будем черпать наши продовые ресурсы. И это еще один из аспектов аточной газовой программы – целевая подготовка специалистов, в частности для Амурского газоперерабатывающего завода, высших учебных заведений и средних специальных учебных заведений, в том числе в Амурской области, адресно для Амурского газоперерабатывающего завода. Далее – это логистическая схема поставки грузов, которая очень четко сложена, все предельно понятно, где у нас есть узкие места, как их расшивать, как работать. Ну и самое главное – это, конечно же, слаженная, четкая работа между компанией «Газпром», руководством Дальневосточного федерального округа, заместителем председателя правительства Юрием Петровичем Трутневым. Если мы говорим о Амурском газоперерабатывающем заводе, я хотел бы здесь, конечно, сказать особые слова благодарности губернатору Амурской области Козлову Александру Александровичу, который сегодня здесь присутствует в зале. Мы вчера с ним проводили рабочую встречу. Вы знаете, у нас все вопросы абсолютно являются рабочими. И нет никаких сомнений, что мы строго в директивные сроки завод запустим в эксплуатацию. Спасибо. Мы начинаем, и я прошу взять слово. Концентрация предпринимательской активности в Дальневосточном федеральном округе, в субъектах Дальнего Востока, потребует храниться. Федеральные банки Дальнего Востока относятся все-таки с большим скепсисом, с большой осторожностью. Мы задали вопрос 1200 предпринимателям на Дальнем Востоке, и мы выпустили вот такую брошюру, которую мы раздадим всем участникам Дальневосточного форума. И задали вопрос, что вам мешает, чтобы быть более динамично, развиваться, быть более успешным. Конечно, первое, о чем говорят люди, это дефицит финансовых ресурсов. Причем респонденты на Дальнем Востоке отмечают это в два раза чаще, чем в средней полосе России. Александр Сергеевич в своем докладе сказал про опрос. Мы его изучили очень внимательно, хотели бы поблагодарить за него. И в действительности вот эта независимая оценка показала наиболее проблемные зоны, где мы должны усилиться в ближайшее время. Дефицит финансовых средств. Мы уже наметили план работы, в области создан и работает уже гарантийный фонд, и мы будем его докапитализировать. У нас сложная ситуация с бюджетом, мы ждем решений, мы знаем о том, что о нашей проблеме знает президент, знает министр финансов, знает министр экономического развития, который тоже с нами здесь присутствует. Ждем ту поддержку, которая связана с закредитованностью регионов, которая не дает нам маневров внутри тех процессов, о которых мы в том числе сегодня говорим. Конечно, ответственность достаточно большая. Не должна Амурская область выглядеть хуже других, мы не можем это допустить, а выглядеть на достаточно высоком уровне очень сложно. Потому что вы видите, что творится в этом году, что у меня есть чем сравнить, что было на первом в Эфе, когда стояли маленькие палаточки, все одинаковые, буквально на 100 метрах в конце бухты. И сейчас практически это целая выставочная площадка, растянутая на всю территорию бухты, и места всем не хватает. И, конечно же, все регионы приводят самое лучшее, что у них есть. Я люблю Амурак регионы. 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 Казаки, когда несли завоевание для Российской империи, также несли веру для покоренных народов. И вот звонится красковая кольня, символ несения этой веры, то есть благовест. Вот удар, самый большой колокол, называется благовест. Благая весть. То есть несение вести о Христе народам, которые о нем еще не слышали. Вообще ВЭФ – это замечательно. Это объединение, развитие экономики, возможность представить регион, взаимодействие с другими регионами, также на мировом уровне. И, конечно же, это обмен культурой. Это демонстрация культуры, созидания, объединения. И, конечно же, мы пропагандируем, еще раз подчеркиваю, нашу народную культуру. Весь кабинет министров был на этом Восточно-экономическом форуме. Мы обсудили многие вопросы. Мы обсудили вопросы реструктуризации нашей государственной задолженности. Был министр жилищно-коммунального хозяйства и строительства России. Обсуждали программу переселения. Ростуризм был у нас. Мы обсуждали вопросы, связанные с пунктом пропуска будущего строящегося моста. Мы подписали соглашение с агентством ОСИ, агентством стратегических инициатив. Это агентство аккумулирует в себе практики всех регионов, связанные с упрощением именно процедурных вопросов для бизнеса и для участников процесса. То есть это разрешение на строительство, это отводы земли, это новые практики освещения городов, как делается, с привлечением инвесторов. То есть все эти практики мы пообсуждали, подписали соглашение. Министерству экономического развития даны уже такие поручения, и сегодня они уже отрабатывают здесь, на этой площадке. Сейчас, для того, чтобы вернуться сюда, на остров Русский, в одной же огромной командой, этой огромной компании, нам нужно все очень просто. Нам нужно то бежать, то набежать. Вы помните, как делиться, чтобы не сходить к узке, в любом случае, и бросить монетку. Все очень просто. Бросаем монетку после припева. Припев заканчивается, и бросаем монетку в море. Готовы? Три, два, один, вперед, ребята! Если ты не хочешь проблем, смотри «Губернатор Лайф». Куда ты опускаешься?